Продолжаем. Продолжаем нашу после матча пресс-конференцию. Ваш понимание главный тренер московского «Динамо» Кирилл Александрович Ловеков. Кирилл Александрович, ваше впечатление в том игре? Мы рады, что одержали победу. Для вас это была важная игра. Особенно после качи «Потогон». Важно было сегодня удержать победу. Мы знаем, что нас ждет тяжелая и сложная игра. Потому что соперник непростой. Соперник, который в последних семи играх проиграл только раз. Который достаточно уверенно играет в обороне. Надежно, компактно. Поэтому важно было забить первыми. Что мы, в принципе, и сделали. А дальше, на мой взгляд, уверен, и делаем победу. Спасибо. Ваш вопрос. Александр Александрович, а такая серьезная ротация произошла в основном составе? Чем руководствовались, когда делали изменения? С вами тактически не задумывали. Раз. Сопернику. Два. Их тактическая схема, которую они используют. Поэтому все это вместе привело к тому, что мы сделали изменения. Плюс неважная игра. Сейчас протокол на эфире позиции. Поэтому мы хотели где-то усилить. То есть дай шанс ребят показать сегодня. В следующем вопросе? Да, да. Здравствуйте, Александр Александрович. Во-первых, с победы у вас. Во-вторых, вопрос. Первый черт по Филиппу. Весь второй тайм он мучился. Как будто у него повреждения. И не смогут играть в матч. Серьезно? Всем всем в порядке. Всем всем в порядке. Он не мучился. Он играл достаточно хорошо. Приносил большую пользу команды. В перерыве мы с ним разговаривали. Сколько он еще выдержит. Состояние его пока не оптимальное. С учетом того, что он пропустил третий сбор полностью. В 20-25 минутах мы рассчитывали. Второй тайм он выдержал. Освежили атаку. Вышел Себа. И сыграл достаточно хорошо. И еще один, с вашего позволения. По поводу Константина Рауша. Уже который матч подряд он проводит на месте Вингера. И сегодня, как мне кажется, как никогда часто он смещался в центре. То есть в крае. Чуть юни-центра Корварда. Вместе с Кудвиченко. Это ваша задумка? Идея на него? Мы приветствуем импровизацию. Особенно когда команда соперника бронят с большими силами. Поэтому здесь нужны нестандартные ходы. И пользовался достаточно неплохо. Открывался в центральной зоне. Менял позицию. И менялись планы. Менялись планы. И много пользователей принес. Сегодня он очень хорошо находил пространство между линиями соперников. Получал мяч и развивал локаль. Поэтому мы довольны его игрой сегодня. А если играть в целом, то я его вижу только на позиции. Я его полузащитник. Потому что, на мой взгляд, специализации для защитников не хватает, чтобы играть на этой позиции. Поэтому мы, если его используем, то используем только в группе атаки. Спасибо. Добрый вечер. Кирилл Снастин. Советский спорт. У меня два вопроса. Один вот как раз тоже касается Рауша. В первом тайме показалось, что он немножко как бы придерживал Скопинцева. То есть не было ли указания в перерыве именно смещаться ему в центр, чтобы открыть бровку для Скопинцева, который стал активнее во втором тайме? Знаете, у меня такое ощущение, что человек по своему футбол видит. Предыдущий вопрос мы говорим, обсуждаем о том, что он много играл в центре. А вы сейчас задаете вопрос, что он забивал фланг Скопинцева. Так во втором тайме он действительно больше стал смещаться в центре. Я, если подытожить вопрос Кости Рауша, который меня интересует сегодня. Он играл так, как он умеет играть, так, как мы требовали от него. Он свою задачу выполнил и свое дело сделал. Хорошо. Что-то для Паскопинцева он в первом тайме, на ваш взгляд, достаточно ли был активен именно в атаке? Включения были? Вы понимаете, там Бофф играет 5-4-1. И здесь фланги забиты у них двумя игроками. Подойти даже очень тяжело. И то, что в первом тайме нам удалось это сделать, как и во втором. Во втором они уже раскрылись, нам было естественно проще. Но в первом тайме я считаю, что мы достаточно серьезно переигрывали соперника. И создали много таких хороших подходов. Мы хорошо вскрывали линию обороны Тамбова. И как раз благодаря вот этим атакующим действиям. И то, что Скопинцев был, может быть, не так активен впереди, но это заслуга, наверное, Тамбова, который держал двух игроков. Плюс какие-то моменты, где мы медленно меняли направление атаки. Если на правых лампах мы все-таки быстрее доставляли мяч, и у Сережи Порошевляка было больше времени для принятия решения. И мы здесь обостряли больше времени. И подачи было, и приемновение туда. Поэтому здесь нужно анализировать игру, смотреть более подробно, искать причины, плюсы, минусы, что мы сделали. А второй вопрос по Николаю Кавличенко. Третий. Ну, уже третий, да, получается. Планировал два, получилось три. По Николаеву говорили после матча с Спартаком, что планировали именно под медленную спартаковскую защиту. Сегодня, получается, раз он вышел в основе, значит, другой был план, и другая защита там была. Не такая медленная, как у Спартака. Логично. Логично. Ну, опять же, возвращаясь к игре, там был как тактической схеме. Здесь нужен был большой нападающий, который их может продавить, игроков по барону, который может завершать фланговые атаки. Кули является таким игроком, помимо этих качеств, он обладает многими другими. То, что он сегодня забил два мяча, это говорит о его высоком уровне, исполнительском мастерстве. И мы очень довольны. То, что он не вышел в Спартаком, это мое решение было. Я его принял. И я думаю, что, опять же, повторюсь, как Анатолий Бресс-конференция сказал, если бы он реализовал свои моменты, мы бы говорили, что мы сделали там все правильно. Но он забил, забил сегодня, принес три очка, молодец. Поздравляю его с первым забитым мячом и с признанием лучшего мальчика матча. Молодец. Это последний вопрос, да, Александр? Да, минут два, коротеньких. По поводу, кстати, Камличенко, отмененного гола. Ваше отношение к таким офсайдам, там миллиметр был, на самом деле, по телекартинке, уже сообщили. Сейчас как раз по этому поводу, по-моему, дискуссии ведутся, да, отменить, там, как кто-нибудь хотят что-то сделать. Я, честно говоря, вообще не вижу смысла обсуждать судейство сейчас, с учетом того, что на каждом матче присутствует система LAN. Ну, это не совсем судейство, это просто вот дневность такой, да. Правила есть правила, мы обязаны им подчиняться, поэтому... Был офсайд, там, миллиметр, два, три, но он был. Поэтому, ну, судья принял такое решение после просмотра моего движения, наверное, подчиняться. И здесь момент, который мне немножко нравится, то, что команда расходует эмоции свои после забитого мяча. И, конечно, радость, эмоции, выплеск идет, и потом тебя забирают все это дело, и тяжело, на самом деле, психологически перестроиться, опять настроить себя, да, на... Скажем так, на игру, на вернуться-вернуться в игру. И я очень рад, что команда отреагировала хорошо. И они после этого гола еще добавили наши ребята. Могли расстроиться, да, что-то поменяться, но нет, мы добавили, и это такой приятный момент сегодня. И последнее. В каком состоянии сейчас Юсупов? Потому что, извините, но кабаре, пас, это что-то какая-то катастрофа просто. Ну, у нас русский человек так устроен, что он запоминает только плохое, да, обращает внимание. Да, ну, был тракт, да, были ошибки, но он много единоборств в игровом достаточно хорошо развивал атаке, когда не ошибался. Поэтому мы можем говорить о плюсах, можем говорить о минусах. Но это мои игроки, и есть какие-то претензии, придяем уже на теоретическом занятии. Что касаемо Юсупову, у него травма перед парисом Петра, и я думаю, что к телеку он еще не подойдет. А вот к следующему туру как раз должен уже, наверное, зайти через тур. Должен будет зайти в общую группу. Спасибо. 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 Конечно. Спасибо. 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 Спасибо.